Они прячутся в кривых московских переулках, и там величественные и жалкие, как состарившаяся Казанова, они греют на солнце свои колонны, облупившиеся колонны XVIII века. Когда-то вне юности мне довелось жить в таком доме, и в долгие зимние вечера, когда так странно падает снег, я ставил на стол тот шандал. Как уцелел он во всей нашей этой круговерте, о которой знаменитый писатель сказал «Хорошо было Ною, в его жизни был всего один потоп, правда, потом пришел хам, но тоже всего один». Вот как он уцелел после всех наших бесчисленных потопов и многочисленных хамов после всех войн, кровавых и революций. Ну, об этом я как-нибудь расскажу в своей книге. Ну, а тогда, тогда я зажигал свечу, и тени бежали по потолку, и на экране проступало ее изображение. Та женщина сидела, видимо, в замке своего жениха, князя Лимбурга. Она склонила головку и смотрела в таз, где плавали этакие кораблики с зажженными свечами. Это было старинное венецианское гадание. Если бы она могла увидеть тогда в этом тазу тот страшный корабль и беспощадный золотой шпиль Петербургской крепости. Вот эта фантастическая женщина, которой довелось и умирать, и воскресать, она и будет героиней нашего повествования. Только вначале я хочу предупредить. Дело в том, что вот эти роковые женщины, которые могли сделать мужчин рабами, они исчезли вместе с галантным веком. Впрочем, как исчезли и мужчины, которые могли становиться рабами из-за любви. Поэтому многое из того, что я буду рассказывать, покажется, наверное, неправдоподобным. Но будем верить Джакома Казанове, ее современнику, который сказал, наверное, самое неправдоподобное в этой истории, что все это правда. Эта женщина появляется на европейской сцене в 1770 году и идет по городам Европы как война, разбивая и сердца, и состояние. Ну, впервые она показалась Бордо. Здесь Бордо, она объявляет себя незаконной дочерью австрийского императора. Эй, тратит, тратит бесконечное количество денег. Вот слухи сначала об этих тратах, а потом об этой незабавной истории ее дошли до могущественной императрицы австрийской Марии Терезии. Та не любила шуток и потребовала от Франции выдать ту женщину. Ее выдали. И после этого было две, пожалуй, загадки. Это богачи из города Бордо все чесали головы и, вспоминая о прошедших удовольствиях, никак все-таки не могли понять, как они могли ей дать столько денег. И австрийский посланник в Брюсселе, где она сидела в тюрьме, тоже никак не мог понять, как он мог податься ее чарам и без всякого наказания отпустить ее на свободу. Ну, а потом был Гент. В Генте жил, ну, я не знаю, как бы сказать, наверное, образцово-показательный купец по имени Вантурс. Удачлив в делах, великолепный дом, молодая жена, дети, и тут появляется она. Но после этого все идет прахом. Он бросает дом, он наделал множество долгов, он подписывает уже какие-то фальшивые векселя, в результате он бежит с нею в Лондон. В Лондоне настигают сведения о его гентских преступлениях, и он оказывается в тюрьме. Но она остается одна, если бы рядом с ней моментально появляется некий человек по имени Шенк. Ну, вскоре он называется уже Барон Шенк. И вместе с ним она появляется уже в Париже. Год с 1772. В Париж после заключения прибывает и брошенный ею вот этот голландский купец Вантурс, который теперь носит тоже имя Барона. Он Барон Эмпс. И вот эти два фальшивых Барона образуют теперь ее свит. Париж это Вавилон, здесь все бурлит, здесь все фантастично. И она соответствует этому городу. Теперь ее зовут принцесса Али-Имите. И у нее оказывается удивительная биография. Она происходит из древнего рода владимирских князей. И принадлежит ей также среди лесов и полей России княжество древнее Владимирское. Но не только оно. На юге среди вот этих ковыльных степей ей принадлежит и княжество Азовское. Она и его владелица. Но печальное обстоятельство. Смерть, ранняя смерть ее родителей. А потом странные преследования. И уже на княжество Владимирское и княжество Азовское наложен арест, который очень скоро кончится. Но тогда ей грозила Сибирь. И она оказалась в Сибири. Ее пытались опоить ядом, но нянька спасла, и она уже бежала в Персию. И в Персии ее ждали друзья. Это купец Гамет и другой купец Али, и купец Али и становится ее персидским дядюшкой. Ну, почему всему этому верили? Ну, в Париже тогда не важно было быть, важно было казаться. И для того, чтобы вы поняли это окончательно, ну, вот представьте себе ее лицо. Вот она поворачивается, ее лицо описано. Эти очаровательные веснушки, эти глаза огромные в пол лица. Бог создал ее с божественной красотой, напишет потом аббат Рокотани. Ну, немножко, правда, портит легкая косинка, но это для аббата, а для мужчины, настоящих мужчин, отнюдь нет. И она повернулась в профиль. И вот эти магнетические натуры, у них лицо меняется, они как хамелеон, и в профиль уже у нее нос горбинкой, и волосы кажутся невероятно черными, в профиль она персиянка. Так что верили, верили, и поверил и маркиз Марин. Нет, это не фальшивый какой-нибудь барон, это настоящий француз, и маркиз, это потомок древней аристократической семьи, она в аналах французской истории, и он моментально становится ее третьим рабом. Теперь в ее свите два фальшивых барона и один настоящий маркиз, и наступают эти ее победные вечера в Версале. Пальная зала Версаля, она на балу. Ну, Версаль тогда это столица вселенной. Представьте себе вот эти тогдашние прически. По высоте они часто больше дам, которые их носили. Прически самые разнообразные. Ну, вот, прическа в виде двух сражающихся солдат. Это значит, что дама отважна и воинственна и ищет приключений. прическа в виде такой фермы с пастухами, пастушками и даже маленькими коровками. Это значит, дама сентиментально читает Руссо и мечтает о прекрасном возлюбленном. А у нее, у нее был дворец шаха на голове. И эти обнаженные, смело обнаженные декольте и загадочные мушки говорят, что у ног ее был и принц Лозен, по слухам возлюбленной Марии Антуанетты. Ну, кратковременно, ведь он не годился на должность раба. А она коллекционирует только подобных мужчин. Они в ее маленькой записной книжечке 18 века с этим очаровательным карандашиком и рядом с нею оказывается великий Гетман Агинский. Вот он подходил и уже три ее вчерашних любовника носят письма к ее любовнику четвертому, великому Гетману Агинскому. Носят потому, что эти драгоценные письма она не может поручить слугам. и Агинский отвечает ей длинными сентиментальными письмами в которых он пишет о том как он же будущий строитель знаменитого канала в Польше о том как поднят шлюз и чувства хлынули и он боится этого страшного и страшного напора чувств огонь и пламень пишет он почему они меня так пугают. Агинский это знаменитый род он потомок великих черниговских князей которые происходят прямо от Рюрика так что великий Гетман литовский в курсе что никакого Владимирского княжества нет зачем правда когда это прелестное лицо глядит на него эти огромные глаза он готов признать любое княжество в любой стране хоть на Марсе как очутился великий Гетман Литовский в Париже истории его как и большинство историй галантного века они немножко связаны с ольковным течением событий мы не забыли про любовника Екатерины молодой Екатерины Станислава Понятовского и Екатерина о нем тоже не забывала она решила сделать его польским королем как писал сам Понятовский в своих мемуарах он умолял Екатерину там так и написано не делайте меня королем лучше призовите меня к себе это любовь она по-прежнему была в его сердце но в ее нет в ее сердце был уже Григорий Орлов и она сделала его королем и тут восстали все эти знаменитые польские фамилии аристократические Агинский Броницкий сам Карл Радзивилл этот богатейший пан в Польше и они образовали конфедерацию и началась гражданская война и наш великий Гетман Литовский принимал в ней активное участие но воин он был неважный поэтому однажды ночью ну когда это были галантные все войны он преспокойно ночевал в своем лагере со своей возлюбленной у него было две тысячи солдат суворов со своими солдатами которые не почивали а напали на этот несчастный лагерь Агинского они порубили их было всего восемь сотен они порубили две тысячи его солдат сам Агинский чудом спасся в окно он ускакал на лошади и правда суворов захватил и большую гетманскую печать и казну и заодно и любовницу Агинского которую тот бросил а потом Екатерина вместе с Австрией Пруссии устроила первый раздел Польши и вожди конфедератов проклиная русскую императрицу потянулись за границу поэтому Гетман Агинский пребывал в Париже в Беланхолии и наша сестра милосердия с улицы Сен Али Эмете его утешала но к сожалению у Агинского не было денег все его имения были конфискованы а положение нашей героини с каждым днем становилось ну скажем так напряженнее если учесть что вот такие прически стоили столько сколько стоило маленькое имение если учесть что эта женщина когда она прикасалась к деньгам они уже исчезали то можно представить всю затруднительность ее положения до этого деньги ей сужали французские банкиры нет-нет они не верили в ее персидские сокровища которые вот-вот должны были прийти она была в моде и поэтому ей надо было давать деньги но всему существует предел это были невероятные деньги и поэтому ей пришлось покинуть Париж она поселилась в таком уютном гнездышке под Парижем откуда она и написала Агинскому что покидает прославленный город и дальше выясняется что она огорчила не только своего любовника Гетмана Агинского она очень огорчила своих кредиторов потому что буквально на следующий день после получения письма то уютное гнездышко оказалось пустым все они исчезли она два барона и один маркиз они растворились в воздухе но кредиторы спокойны они знают как ее найти для этого надо только выяснить одну вещь где в Европе тратится наибольшее количество денег они узнают во Франкфурте во Франкфурте на майне они туда устремляются там она со своей свитой ну барон Эмс попадает в тюрьму ее дела тоже очень плохи но да появляется новый раб мужчина всегда у этой женщины появляется вовремя и какой мужчина это граф Рашфор де Валькур одна из наверное знатнейших фамилий Франции да да это из тех Рашфоров о которых писал наш Александр Дюма и он предлагает ей руку и сердце он влюбился в нее уже в Париже венчание должно быть скоро но дело в том что граф его материальное положение не лучше он сейчас он вынужден служить он гафмаршал на службе у князя Священной Римской Империи Лимбурга и она почему-то не торопится она как будто кого-то ждет вот идут эти переговоры о готовящейся свадьбе она ждет и он появляется да князь Священной Римской Империи Филипп Фердинанд Лимбург владетель Штирума Фригии Вагрии графство Оберштейн графство Зутфин я это несколько часов чтобы перечислить все титулы этого человека это все крохотные такие отрезки земли которые разбросаны по северу Германии но он государь он князь Священной Римской Империи он вот один из мелких немецких государей он имеет своих послов в Париже и Вене он имеет свою маленькую армию и он имеет право награждать орденами что очень важно потому что князь Лимбург несколько обеднен а ордена это великая статья дохода все хотят иметь ордена ибо тщеславие бессмертно как ордена и вот этот 42-летний холостяк по тем временам это уже несколько преклонный возраст увидел ее а он ведь холостяк потому что он всю жизнь этот добрый католик он ждет любви и он увидел нашу героиню и вы понимаете что случилось она ждала его не зря вот тут я бы хотел сделать такое некоторое маленькое отступление конечно мы имеем дело с женщиной исключительной но надо сказать что в это время в Европе жило немало подобных исключительных личностей назывались они авантюристы это было целое великое сообщество авантюристов это был золотой век как он тогда назывался авантюристов и если имена ну много имен великих людей 18 века забыто то имена всех этих великих авантюристов они навсегда в памяти благодарного человечества все эти люди ну у них у всех такое несколько темное я бы сказал даже пролетарское происхождение ну например внук сапожника и сын комедианта Джакома Казанова но все они прикрыты великолепными титулами он шевалье да Сенгаль или вот этот полуграмотный мужлан из Сицилии он граф Александра Калиостр или человек ниоткуда это граф Сен-Жармен и так далее и вот главным оружием этого своеобразного пролетариата является язык потому что в разговорах но они могут буквально все если у вас есть какие-то проблемы по поводу стихосложения вам надо сочинить мадригал обращайтесь к ним они вам это сделают но если у вас нужно построить крепость проблемы с фортификацией они и тут знатоки если разбить парк а-ля Версаль что необычайно модно в Европе обратитесь к ним они это сделают но главное в чем они конечно преуспели все это в оккультных науках все они астрологи все они алхимики из золота вот из ничего они могут превращать правда требуется некоторое для этого все-таки время переменить астрологический знак это что плюнуть это для них и вообще вызывание духов вот этот фантастический мир который существует рядом с нашим убогим реальным для них так же обычен ну как садоводство и при этом они все время в погоне они в погоне за наслаждениями все они великие любовники мастера как говорили в девятнадцатом веке постельной борьбы и все они в погоне конечно за деньгами это наверное главная погоня и здесь они тоже мастера карточной игры то без шулера и вот в этих великолепных каретах в этих всегда великолепных камзолах осыпанных очень подозрительными драгоценностями они двигаются все время движутся движутся из города в город по Европе потому что за ними все время тоже погоня за ними гонится тюрьма а иногда петля а чаще просроченный вексель и вот эти люди они ведь всегда будут востребованы запомните потому что они знают есть такой капитал который никогда не растратит человечество и называется он человеческая глупость вот в 18 веке они были особенно модны особенно в последней четверти этого века война закончилась кровавая семилетняя война и все эти многочисленные немецкие итальянские князья страшно скучали в своих этих замках сырых но скука страшнее даже пули как они ждут появления вот этих забавников вот этих проходимцев этих великих авантюристов 18 века и вот когда наш провинциальный князь Лимбург увидел ее взглянул в эти огромные глаза но когда он взглянул бедный Рашфор де Валькур попытался увезти ее в один из своих замков но был вместо этого посажен в тюремный замок и там будет сидеть до тех пор пока наша героиня не покинет несчастного князя священной римской империи Филиппа Фердинанда Лимбурга а тогда тогда начался этот медовый месяц этот упоительный роман правда родственники князя Лимбурга это принц Гогенлое вообще Лимбург в родстве со всей наверное монархической Европы это одна из древнейших фамилий и вот принц Гогенлое он женат на его родной сестре и как напишет Лимбург напишет ей когда я рассказал ему о вашем прошлом Алин он называет ее Алин Бетти и конечно принцесса когда я рассказал о вашем прошлом принцесса то Гогенлое сказал что ему кажется что он читает какой-то роман еще он сказал мне что я набитый дурак который вместо реальной жизни и любви в Европе устремляется в какие-то легенды из Азии но мое возлюбленное дитя пишет он моя любовь становится все сильнее и сильнее с каждым днем хотя больше любить это цитата не из нашего поэта это цитата из князя Лимбурга больше любить невозможно но здесь есть некоторые обстоятельства родственники указывают что нужны все-таки какие-то бумаги попросить вот у этой принцессы принцесса объясняет что бумаги будут вот буквально еще год с какой-то с небольшим и она вступит во владение и княжеством Владимирским и Азовским княжеством да и поспеют деньги из Персии потому что Али же готовится посетить Европу но родственники не могут ждать бумаги просят кроме того поступают очень печальные сведения о ее жизни и в Лондоне и в Генте и все эти сведения докладывают несчастному князю и он уже пишет я плачу от этой муки мой рассудок в несогласии своими чувствами потом ему придется написать эту цитату из Росина пылкая любовь или печальный рассудок кому из вас я должен уступить но она знает как с ним управиться когда подозрения становятся ну особенно велики нужно только сказать что вот-вот она собирается уехать в Персию за деньгами или в Россию где ждут ее дела все успокаивается моя любовь пишет он единственное счастье в моей жизни это быть с тобой всегда божественное дитя пишет он если нужно я подумал я уступлю все права свои младшему брату а мы с тобой едем в Персию это обстоятельство не вызывает у нее особого восторга и она сообщает князю что она беременна поэтому не худо бы обеспечить это будущее дитя а для этого нужно бы выкупить графство Оберштейн и она ему объясняет как и выкупить графство и унять родственников это очень просто надо им сказать родственникам что деньги пришли из Персии это ее деньги и на эти деньги он и выкупит графство Оберштейн и выкупить